Часто бывает, что задача ясна, но непонятно, как изложить решение. Какие тезисы очевидны, а что следует доказывать подробно. Особенно это касается геометрии. Вот с нее-то мы и начнем. Краткое условие переписал для удобства, на экзамене это не обязательно. Для начала подметим, что равенство косинусов дает равенство углов DAB и DAC. А вот если были бы даны синусы, то в общем случае утверждение неверно. Так что отражу этот шаг. Далее смотрим на треугольники DAB и DAC. Они равны по двум сторонам и углу между ними. Из этого следует равенство ребер DB и DC. В идеале ваши рассуждения не должны опираться на рисунок. Поэтому мало изобразить середину отрезка BC. Нужно ввести эту точку в решении. Треугольники ABC и DBC равнобедренны с основанием BC. Поэтому их соответствующие медианы AM и DM также являются высотами этих треугольников. Вспомните признак перпендикулярности прямой и плоскости. И вы заметите, что BC перпендикулярна плоскости AMD, а значит и любой прямой, лежащей в ней. В частности, прямой AD. Именно это и требовалось доказать. Для решения пункта B проведем высоту MH треугольника AMD. Из пункта А понятно, что она также будет перпендикулярна прямой BC. Так что именно MH мы и постараемся вычислить. Проведем отрезок BH. Очевидно, что он будет высотой треугольника ABD. Но давайте это прокомментируем. MH перпендикулярна данной прямой AD. И при этом является ортогональной проекцией BH на плоскость AMD. Значит, BH и впрямь дает прямой угол по теореме о трех перпендикулярах. Теперь вычисления. Из прямоугольного треугольника AHB и условия пункта B легко найти длину AH. Это произведение AB на косинус угла А. В нашем случае 6 умноженное на 3 десятых дает 9 пятых. Затем та же история для треугольника AMB. Длина AM равна произведению AB на синус угла B. Впрочем, не мне вас учить, как искать высоту правильного треугольника. Получили 3 корня из трех. Напоследок запишем теорему Пифагора для треугольника AHM. Сначала дайте ее общий вид, то есть в отрезках. А уже затем подставляйте числа. Вы видите в этой задаче инфляцию в 25%. Я не вижу. А она есть. Обозначим за D величину, на которую каждый месяц долг убывает равномерно в течение первого года. И составим таблицу. Месяц у нас обычный, земной. Долг я отражаю до начисления процентов. Под начислениями разумею сумму, на которую долг увеличивается после очередного ежемесячного начисления процентов. Заметьте, что вот в этой ячейке у меня не нолик, а как раз искомая величина. Потому что месяц продолжительный. Этот долг банк увеличит вот на такую сумму. Затем произойдет последняя выплата. И кредит будет погашен полностью. Значение третьего столбца образует арифметическую прогрессию по определению. И с вашего позволения я первым же делом просуммирую ее. Первое слагаемое плюс последнее делим пополам и умножаем на количество. Это обязательно стоит сделать в решении. Не используйте готовые формулы. Далее рассуждения незателевые. Заемщик взял 900 тысяч рублей, и он их отдаст. А кроме того, он переплатит проценты за пользование кредитом. Те самые начисления третьего столбца. И по условию задачи общая сумма выплат равна 1134 тысячам рублей. Получаем уравнение, из которого легко находится шаг прогрессии. 50 тысяч рублей. Остается вспомнить, что спрашивали задачи, и написать ответ. Ох уж это счетная планиметрия. Давайте введем и две другие точки касания, вписанные окружности. И сразу же отразим свойства. Отрезки касательных, проведенных из одной точки к окружности, равны. Обозначения длин А, Б, С позволят сэкономить время. Но не забудьте их вести в самом решении. Длину М, П можно выразить как модуль разности Б, П и отрезка Б, М. Подождите, а зачем здесь модуль? На самом деле мы не знаем, где именно окружность касается стороны А, Б. Не знаем, лежит ли точка П между А и М, или находится на отрезке Б, М. Но в любом случае длину Б, П мы обозначили за С. А, Б, М ровно половина от А, Б. То есть полусумма А и С. Приведем это в подобающий вид. Далее рассмотрим интересующее выражение. Эти отрезочки суть С плюс Б и Б плюс А. Вот почему в конечном счете получаем модуль полуразности С и А. Выражения в рамочках в точности совпадают, а ведь именно это и требовалось доказать. В пункте Б мы дополнительно знаем, что СМ равно АМ, а стало быть и БМ. Помните такой признак? Если медиана треугольника равна половине стороны, которой проведена, то она исходит из вершины прямого угла. Вот это наш случай. При этом не нужно переделывать рисунок, это лишь картинка. Главное – рассуждение. Обозначим инцентр точкой И. Радиусы, проведенные в точке касания, перпендикулярны соответствующим касательным. Поэтому выделенная фигура – как минимум прямоугольник. Но поскольку его две соседние стороны равны, то он вдобавок является квадратом со стороной равной радиусу вписанной окружности. Осталось чуть-чуть. Запишем теорему Пифагора для треугольника А, Б, С. Только сначала воспользуемся равенством, которое мы недавно доказали. Сейчас можно ручаться, что модуль следует раскрыть со знаком плюс. Почему? Потому что Б, С больше А, С. То есть С больше А. Из условия пункта Б мы знаем, что эта величина А равна Р. Вот теперь можно понять, что гипотенуза А, Б равна 2С минус Р. Ведь она равна А плюс С. Но при этом букву А можно переписать как С минус Р. Внимательно посмотрите на выделенное выражение, чтобы это понять. Сторона С равна просто С. И опять же, посмотрите сначала на отрезок А плюс Р, а затем на тождество в рамочке. Ну а длину Б, С даже преобразовывать не нужно. С плюс Р. Не надо подробно рассказывать, как решается квадратное уравнение. Привели подобные слагаемые. Длины у нас не нулевые. Значит, С равно 3Р. И точка. В любой серьезной работе принято хотя бы какие-то детали опустить и сказать, что это делается легко или очевидно. Благодаря этой традиции мы имеем целое море открытых математических проблем. В задачах 6 класса особенно часто возникают сложности с выкладками. Но давайте попробуем их привести. Если на вопрос, может ли, вы сумели найти подходящий пример, то он строго объясняет положительный ответ. Оставлю наводящие соображения, которые прояснятся после пункта Б. Но в самом решении они не требуются. Кстати, изначально я решил задачу для произвольных натуральных чисел АБЦД, не обязательно последовательных. И она оказалась сильно труднее. Решил не сразу. Кому будет интересно, попробуйте. Меня сейчас не будет беспокоить то, что дробь А большая на А малое или какая-нибудь другая может быть сократима. Тезис очень простой. Наименьшее общее кратное должно делиться на 72. Это легко показать и формально. Если будет любопытно, пишите в комментариях. Следующий факт тоже простой. Среди цифр АБЦД обязательно есть как минимум одна восьмерка и как минимум одна девятка. Вот это соображение я все-таки докажу. Посмотрите на паузе, ибо все на экране не уместить. И двинемся дальше. Если число А однозначное или двузначное, то интересующая дробь будет меньше 100. Если же число А содержит 4 знака или более, то отношение А большого к малому будет не меньше 1000. Мысль тоже очень простая, поэтому не буду пугать общим разложением произвольного десятичного числа. Но в пункте В покажу образец того, как это делается. Из указанных оценок и наличия цифр 8 и 9 следует, что все 4 числа должны быть трехзначными, причем возможны только 3 варианта. Правда, я не хочу перебирать целых 3 варианта. Давайте просто скажем, что для каждого из чисел соответствующая дробь будет меньше 120. Значит, сумма 4 таких дробей будет меньше 480. Это железно объясняет отрицательный ответ на вопрос задачи. Остался пункт В. Пусть x, y, z, количество сотен, десятков и единиц трехзначного числа. Выделим целую часть. Оставшийся дробь положительно, так что вспомним свойства пятого класса. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Чем больше числитель, тем больше дробь. Благо, что переменной x числителя отсутствует. И нам удастся использовать эти факты почти независимо друг от друга, для любого трехзначного числа, не только самого первого. Если рассмотреть последовательные числа, начинающиеся с четверки, то при делении получим остатки 0, 1, 2 и 3. Хотя порядок у них может быть и другим, сумма нужных дробей все равно никогда не будет целой. Четверка, с учетом монотонности, для нас была лучшим вариантом. Но, увы, все 4 числа начинаться с нее не могут. Далее рассмотрим 4 последовательных числа, каждый из которых начинается с пятерки. Тут, с учетом правил пятого класса, можно ручаться, что сумма дробей будет наибольшей, только если максимизировать y и z. К счастью, делимость выполнена. Сумма 478. Наконец, остается рассмотреть ситуацию, при которой а меньше 500, а д не меньше 500. То есть, происходит переход в разряде сотен. Но тут только три варианта. Одной лишь указанной монотонности мало для того, чтобы ограничиться случаем а равно 497. Так что считайте, что я рассмотрел и два других. Тут уж и сказке конец. Цифры были ограничены, в отличие от наших способностей анализировать функции трех переменных. Так что ответ железно 478. Мыслите критически, занимайтесь математикой. Счастливо!